Глава десятая. Эпиграф. Те, что озлобились на всех, Иль в горе отреклись от веры. Вальтер Скотт Память моя сохранила только одно мгновение неистовой боли, Одну ослепительную вспышку пламени, Которая охватила мне тело и душу, Один звук, пронзивший и слух мой, и мозг, Подобно трубе страшного суда, Повергающий в трепет тех, Кто, уснув, позабыл о своих грехах, А пробудившись, цепенеет от ужаса, Мгновение перегнавшее все человеческие страдания, Какие только можно вообразить, В одну недолгую жгучую муку, И тут же истощившее себя чрезмерностью напряжение, Одно такое мгновение я помню, А больше уже ничего. Последовали долгие месяцы тягостного тупения, Дни, похожие один на другой, Не оставившие после себя никакого следа. Тысяча волн может обрушиться На потерпевшего кораблекрушения, Но он ощутит их все как одну. Смутно припоминаю, что я отказывался от пищи, Сопротивлялся, когда меня куда-то перевозили, И должно быть немало всего другого, Но все это было похоже на слабые и бесплодные попытки Справиться с неодолимым кошмаром. Для тех же, с кем мне приходилось тогда иметь дело, Всякое сопротивление мое было всего-навсего Тревожными вздрагиваниями человека, Которому снятся тяжелые сны. Сопоставляя некоторые даты, Мне впоследствии удалось установить, Что в таком состоянии я пробыл тогда По меньшей мере четыре месяца. Мерзкие мучители Давно бы от меня отступились, Решив, что им уже не удастся Подвергнуть меня новым истязаниям, Но озлобление лиц духовных Настолько упорно и изобретательно, Что они ни за что не оставят в покое Свою жертву, пока в той еще теплится жизнь. Если даже перестало вспыхивать пламя, Они еще долго не спускают глаз С кучки пепла. Если они слышат, что струны Гибнущего сердца Одна за другой рвутся, Они внимательно прислушиваются К их треску, До тех пор, пока не порвется последнее. Они качаются на девятом валу И те же взглядят, как тот Взвивается ввысь, А потом погребает с головою Несчастного страдальца. За это время Произошло немало перемен, Однако я совершенно не замечал их. Может быть, Мертвая тишина, Окружавшая меня в последнем В моем прибежище Больше, нежели что-либо другое, Способствовало тому, Что рассудок ко мне вернулся. Отчетливо помню, Как, очнувшись, Я с полной ясностью В мыслях и чувствах Стал взволнованно И пристально Вглядываться в новую Для меня обстановку. Воспоминания Нисколько меня не тревожили. Я ни разу не задал себе вопроса, Как я попал сюда, Или какие страдания Мне пришлось вынести Перед тем, Как меня сюда привезли. Умственные способности Возвращались ко мне медленно, Подобно волнам Надвигающегося прилива, И, на мое счастье, Память вернулась последней. Вначале же Я довольствовался впечатлениями, Которые приносили мне Мои чувства. Не ждите от меня, сэр, Никаких ужасов, Которые описывают в романах. Очень может быть, Что жизнь, подобная моей, Придется не по вкусу Человеку разборчивому И изощренному, Но истина, Как она порой не зловеща, Вознаграждает нас Сполна тем, Что на место воображаемого И смутного Являет нам событие Действительной жизни. Я увидел, Что лежу в кровати, Вроде той, Что была у меня В монастырской келье. Однако само помещение Нисколько на келью Не походило. Оно было просторнее, И пол весь Был заслон циновками. Не было ни распятия, Ни изображений святых, Их, ни чаши со святой водой. Вся обстановка состояла Из кровати и грубого стола, На котором стоял Зажженный светильник И сосуд с водой для умывания. Окна не было. Железные бляшки на двери, Отчетливо выделявшиеся При этом свете И выглядевшие особенно мрачно, Говорили о том, Что дверь эта наглухо заперта. Опершись на локоть, Я приподнялся И осторожно оглядел Все, что меня окружало, Словно страшась, Что самое ничтожное движение Может рассеять чары И снова погрузить меня в темноту. В эту минуту Воспоминание о том, Что случилось, Поразило меня вдруг, Как удар грома. Я закричал, И с этим криком Как будто оборвалось Все, и дыхание, и жизнь, В крайнем изнеможении, Но вместе с тем, Сознавая уже то, Что происходит вокруг, Я откинулся назад на постель. За какой-нибудь миг Я вспомнил все, Что со мной было, Причем прошлое Ожило вдруг Со всей яркостью настоящего Мой побег, Мое спасение, Мое отчаяние. Я ощущал Объятие Хуана, Теплоту его Струившейся на меня крови. Я видел безысходную тоску У него в глазах, Прежде чем они Закрылись навеки. Тут я закричал еще раз, И такого крика, Должно быть, Никогда еще не слышали Эти стены. В ответ на этот крик Дверь отворилась, И человек В одежде, Которую мне до этого Ни разу не доводилось видеть, Подошел ко мне И знаками показал, Что я должен соблюдать Полную тишину. Приказание его было Тем более убедительно, Что сам он Сообщил его Без помощи голоса. Молча взирал я На его появление. Я был в таком Замешательстве, Которое можно было Принять за готовность Повиноваться. Он удалился. И я стал раздумывать О том, Где же я нахожусь. Может быть, В царстве мертвых? Или, Быть может, В некоем Подземном мире, Обитатели которого Немы и безгласны, Где нет настоящего Воздуха, Для того, Чтобы звуки Могли распространяться. Нет и эхо, Которое бы их повторило. Истасковавшийся В этом безмолвии слух Напрасно ждет Самого для него Сладостного Звука Человеческого голоса. Сомнения мои Рассеялись, Когда служитель этот Явился снова. Он положил на стол Хлеб И кусочек мяса, Поставил кружку С водой И знаками Подозвал меня К себе. И когда Совершенно машинально Я подошел И сел к столу, Шепотом сказал, Что печальное состояние, В котором я Все это время Пребывал, Не позволяло им Осведомить меня О порядках Этого дома И ему пришлось Поэтому Все отложить. Теперь, Однако, Он обязан Предупредить меня, Что я никогда Не должен Говорить Громче, Чем он Говорит Со мною. И что я Имею Возможность Сказать Все, Что мне Надо, Таким же Вот шепотом И меня Услышат. Больше Того Он заявил, Что крики, Какие бы то ни Было восклицания, Или даже Чересчур Громкий Кашель, Который Может быть Истолкован Как сигнал, Будут Рассматриваться Как попытка Нарушить Установленный Здесь Строгой Порядок И повлекут За собой Суровое Наказание На мои Вопросы, Которые Я повторял Снова И снова Где я Нахожусь, Что это За место И что это За таинственный Порядок, Он Шепотом Ответил, Что Поставлен Здесь Для того, Чтобы Передавать Приказания, А не Для того, Чтобы Отвечать На вопросы, Сказав Это, Он Удалился. Как Не Странно Выглядели Все Эти Распоряжения, Они Были Высказаны Голосом Настолько Решительным, Твердым И к тому же Привычным, Что Все Это Отнюдь Не Походило На Какие-то Местные Измышления Или Временные Меры, А Напротив, Было Отмечено Печатью Некой Столь Незыблемой И И Так Давно Уже Сложившейся Системой, Что Полное Повиновение Ей Казалось Делом Само Собой Разумеющимся. Я Кинулся В кровать И Шептал Про себя Где Я До Тех Пор Пока Сон Не Сковал Мне Веки. Мне Приходило Слышать, Что Первый Сон Человеках Которому Возвращается Рассудок Бывает Очень Глубоким, Но Я Спал Неспокойно, Меня Долевали Тревожные Сны. В Одном Из Этих Снов Я Видел Себя Снова В Монастыре. Мне Казалось, Что Я Воспитанник И Изучаю Вергилия. Я Будто Бо Читаю То Место Во Второй Книге, Где Энею Во Сне Является Гектор, И Тот, Увидав Его В Страшном, Обезображенном Виде, Произносит Печальные Слова Изменился В Лице Ты. Так Откуда Ты Гектор Наш Долгожданный? Потом Мне Чудилось, Что Гектором Был Хуан, Что Тот же Самый Бледный Окровавленный Призрак Призывал Меня Бежать Убегай А я Тщетно Пытался Броситься За ним О, Сколь Ужасно Это Смешение В нашей Жизни Яви И Бреда Действительного И Призрачного Сознательного И Бессознательного Преследующая Человека Несчастного Во всех Его Снах Брат Мой Был Панфом И Он Бормотал День Последний Пришел Неминуемый Срок Наступает Должно Быть Я Плакал И Боролся Во сне Я Обращался К Явившемуся Мне Видению То Как Хуану То Как Тени Героя Трои Наконец Оно Простонало Жалобным Стоном Тем Пронзительным Голосом Который Мы Слышим Только Во сне У Калегона Дом В огне И Я Проснулся В ужасе От Того Что Пламя Добирается До Меня Просто Невообразимо Сэр Что Могут Сотворить Чувства Наши И Ум В часы Когда Оба По всей Видимости Бездействуют Как Звуки Могут Достичь Нашего Слуха Казалось Бы Неспособного В это Время Ничего Воспринять А Предметы Запечатлеваться В сознании Когда Глаза Ничего Не Видят И Насколько Сильнее И Страшнее Самой Ужасной Яви Те Образы Что Преследуют Нас Во сне Я Проснулся С Ощущением Что Яркое Пламя Касается Моих Глаз Но Вместо Этого Увидел Только Бледное Сияние Свечи Которые Держала Еще Более Бледная Рука Действительно Возле Самых Глаз Рука Эта Исчезла Едва Только Я Проснулся Кто-то На мгновение Заслонил От меня Свечу А потом Подошел Совсем Близко Ко мне И озарил Ярким Пламенем И меня И Отца Убийцу Вместе С которым Мы Совершили Побег Из Монастыря В то же Мгновение В памяти Моей Ожили Последние Проведенные С ним Минуты Выходит Мы Свободны Спросил Я Вскакивая С постели Один Из Нас Свободен Не Говорите Только Так Громко Да Мне Уже Сказано Об этом Только Я Не Могу Понять Для Чего Нужен Этот Таинственный Шепот Если Я Свободен То Скажите Об Этому Прямо И Скажите Остался Лихуан В живых В ту Ужасную Минуту Что До Меня То Ко Мне Только Сейчас Возвращается Рассудок Скажите Как Себя Чувствует Хуан Великолепно На Возвращение Земле Ни Один Принц Не Возлежит Под Таким Роскошным Балдахином Вокруг Мраморные Колонны Развивающиеся Знамена А Прямо Над ним Склоненная Апахала Была Там И Музыка Только он как будто ее не слышал. Он лежал простертый на золоте и бархате, но, как видно, не ощущал всей этой роскоши. Его похолодевшие белые губы чуть искривились в улыбке в знак невыразимого презрения ко всему на свете, но ведь и при жизни-то он был человеком довольно гордым. — При жизни? — вскричал я. Выходит, он умер. — А как вы могли еще в этом сомневаться? Вы же ведь знали, кто нанес ему удар. Ни одна из моих жертв не стоила мне лишней секунды. — Вы? Вы! В глазах у меня разлилось море пламени и крови. Меня снова охватил порыв безумия, и помню только, как я разражался такими проклятиями, что если бы Господь захотел воздать мне за них сполна, при всем своем могуществе он выбился бы из сил. Бред мой, может быть, продолжался бы и доли до тех пор, пока разум окончательно бы не повредился, но раздавшийся вдруг неистовый смех все заглушил, и раскаты его прогремели громче извергнутых мною проклятий. Услыхав этот смех, я замолчал и пристально на него посмотрел, словно ожидая в эту минуту увидеть не его, а кого-то другого, но это был он. — А вы еще мечтали! — вскричал он. — Вы были настолько безрассудны, что мечтали обмануть монастырскую бдительность? Два юнца, один обезумевший от страха, а другой от дерзости, и вы решили пойти против этой умопомрачительной системы, которая пустила корни в недра земли, а голову подняла к звездам? — Вам убежать из монастыря? Вам справиться с силой, которая сама справилась не с одним государем? С силой, чье влияние безгранично, неописуемо и неведомо даже тем, кому она оказывает услуги? — Есть ведь дворцы такие огромные, что обитателям их порою до конца жизни не удается заглянуть в иные из комнат. С силой, действие которой, подобно ее девизу, едино и нераздельно. Дух Ватикана живет в самом захудалом испанском монастыре, а вы, несчастный червячок, прилепившийся к одному из колес этого огромного механизма, вообразили, что способны остановить его движение, не видя, что стоит только к колесу повернуться, и оно вас раздавит. Произнес он все это с такой быстротой, с такой силой, что, казалось, одно слово проглатывало другое, а я в это время пытался разобрать их, напрягая ум так, что усилия мои походили на прерывистое дыхание человека, которому долго не давали перевести дух, пытался понять их и не потерять нить его речи. Первой мыслью моей было, «Это не так уж невероятно в моем положении, что говорит со мной кто-то другой, а вовсе не тот, с кем я бежал из монастыря, и, напрягая все свои последние силы, я старался определить, так это или нет. Достаточно ведь будет задать ему несколько вопросов, но хватит ли у меня духу выговорить эти слова? «Разве вы не помогали мне в моем побеге? Разве не вы были человеком, который...» Что толкнуло вас на это предприятие, неудачи которого вы, как видно, радуетесь сейчас? Подкуп! «Но вы же сами говорите, что вы меня предали, и хвастаетесь этим. Что же вас побудило так поступить?» «Другой, более высокой подкуп. Брат ваш давал мне золото, а монастырь обещал мне спасение души, и мне очень хотелось, чтобы этим делом занимались монахи. Сам-то я совершенно не знал, с какой стороны к нему подступиться. Спасение души? За предательство и убийство? Предательство и убийство! Какие громкие слова! Уж если говорить правду, то разве с вашей стороны не было предательства? Да еще похуже! Вы отреклись от своих обетов. Перед Богом и перед людьми вы объявили, что прежнее ваше заверение детской лепит. Потом вы ввели брата вашего в соблазн пренебречь своим долгом перед родителями, его и вашими. Вы потакали его замыслу, который нарушал покой монастырской братьи и осквернял ее святыню, и после этого у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве? А разве в самих вас не омертвела совесть случай беспримерный в такие юные годы? Замыслив побег, вы взяли себя в товарища, нет, не просто взяли, а ухватились за него, другого монаха, зная, что соблазняете и его отречься от принятых им обетов, от всего, что свято чтут люди, и того, что Бог, если только на свете есть Бог, должно быть считает непреложным законом для человека? Вы знали, какое преступление я совершил, знали, сколь отвратителен я сам, и однако вы сделали меня своим знаменем, когда восстали против Всевышнего, а ведь на этом знамени огненными буквами были начертаны слова нечестия, отцеубийства, безбожие. Знамя это успело уже превратиться в лохмотья, но оно все еще висело в углу возле алтаря, а вы утащили его оттуда, чтобы накрыться им и спрятаться в нем от погони, и вы еще смеете говорить о предательстве? Нет на свете более подлого предателя, чем вы сами. Пусть я был самым низким, самым преступным существом на свете, так неужели же вы должны были примешивать к замаравшей моей руки крови багровые сгустки вашего отступничества и святотатства. Вы говорите об убийстве. Да, я знаю, что я отцеубийца. Я перерезал горло отцу, но он даже ничего не почувствовал. Так же, как и я. В эту минуту я был опьянен вином, страстью, кровью, не все равно чем, ну а вы хладнокровными, обдуманными ударами выразили отцовское и материнское сердце. Вы убивали их постепенно, а я одним ударом. Так кто же из нас двоих убийца? А вы еще болтаете о предательстве и пролитии крови. В сравнении с вами я невинен, как дитя, только что появившееся на свет. Знаете же, родители ваши расстались, мать удалилась в монастырь, чтобы скрыть от людей отчаяние свое и позор, которые вы навлекли на нее своим ужасным поступком. Отец ваш бросается из одной бездны в другую, переходя от сладострастия к покаянию и чувствуя себя несчастным и в том, и в другом. Брат ваш, предприняв отчаянную попытку спасти вас, погиб сам. Вы принесли несчастье всей семье. Вы лишили всех ваших близких покоя и поразили им сердце рукою, которое, не дрогнув, спокойно наносило каждому заранее обдуманный удар. И после всего у вас еще язык поворачивается говорить о предательстве и убийстве? Каким бы преступником вы меня не считали, знайте, вы в тысячу раз преступнее меня. Я стою, как спаленное молнией дерево. Меня поразили в самое сердце, в самый корень. Я сохну один. А вы? Вы? Это ядовитое дерево упас. От смертоносного сока его погибает все живое. Отец, мать, брат, и, наконец, вы сами. Проступившие капли яда, если им не на кого устремиться, обращаются вовнутрь и добираются до вашего собственного сердца. Ну что ж, несчастный, осужденный всеми на свете, тот, кому не приходится ждать ни сочувствия от людей, ни искупления грехов от Спасителя. Что вы на это скажете? Вместо ответа я только снова спросил. Неужели Хуана нет в живых? И убийца его — это вы. Я верю всему, что вы говорите. Я, должно быть, действительно совершил великое преступление. Но неужели Хуан погиб? Говоря это, я поднял на него глаза, которые, казалось, уже ничего не видели. Лицо мое не выражало ничего, кроме оцепенения, какое приносит нам великое горе. Я уже был не в силах упрекать ни его, ни себя. Страдания мои были так велики, что их нельзя было излить в жалобах или стонах. Я ждал, пока он ответит. Он молчал. Но этим сатанинским молчанием было сказано все. А моя мать ушла в монастырь. Он кивнул головой. А мой отец... Он усмехнулся. Я закрыл глаза. Я мог вынести все, что угодно, но только не эту его усмешку. Когда, немного погодя, я снова поднял голову, я увидел, как он привычным движением, у него это могло быть только привычкой, креститься. Ибо где-то далеко в коридоре раздался бой часов. Глядя на него, я вспомнил пьесу, которую так часто давали в Мадриде и которую мне довелось увидеть в те немногие дни, когда я был на свободе. «Дьявол-проповедник». Вы улыбаетесь, сэр, что в такую минуту я мог вспомнить об этом. Но это действительно было так. И если бы вы видели эту пьесу при тех обстоятельствах, при которых довелось ее видеть мне, вы бы не удивились, что подобное совпадение меня поразило. Героем этой пьесы является дьявол. Приняв обличие монаха, он проникает в монастырь, где терзает и преследует монашескую братью с поистине сатанинской смесью злобы и безудержного веселья. В тот вечер, когда я был на этом представлении, несколько монахов несли умирающему святые дары. Стены театра были настолько тонкие, что зрители могли ясно слышать звон колокольчика, который при этом всегда раздается. И вот в один миг все, актеры, зрители и все прочие, опустились на колени. И дьявол, который был в это время на сцене, последовал их примеру и стал креститься, выказывая отнюдь несвойственное ему благочестие, которое, однако, возвышающе действовало на душу. Согласитесь, что совпадение это было поистине поразительно. Когда окончилась эта чудовищная профанация крестного знамения, я пристально на него посмотрел, и выражение моего лица было отнюдь недвусмысленным. Он понял, что оно означало. Молчание всегда бывает самым горьким упреком. Оно заставляет преступника прислушаться к голосу собственной совести, а той всегда ведь есть, что ему сказать, и что служит отнюдь не к его утешению. Взгляд мой привел этого человека в бешенство, которого, я в этом теперь убежден, не могли бы вызвать даже самые горькие упреки. Самые неистовые проклятия сделались бы для слуха его сладчайшей музыкой. Они явились бы лучшим доказательством того, что он сделал все, что только мог, чтобы усугубить страдания своей жертвы. А теперь он бесился от ярости. «О, вы несчастны!» воскликнул он. «Неужели вы думаете, что все это делалось ради ваших мес и этого маскарада, ваших ночных бдений и постов, ради того, чтобы бормотать слова молитв, перебирая бесчувственные и неспособные принести утешение четкие, ради того, чтобы проводить ночь без сна, дабы не проспать за утренней, а потом вылезать из холодной постели, чтобы пригвоздить колени мои каменным плитом, так что они приросли к ним, и потом, когда я вставал, мне бы казалось, что весь пол поднимается вместе со мной. Неужели вы думаете, что я делал все это ради того, чтобы выслушивать поучения, в которые сами проповедники не верили, которые перемежались с зевотой, и внимать молитвам, ровно ничего не значащим для повторявших их равнодушных монахов, или, может быть, ради того, чтобы исполнить послушание? Для этого легко можно было нанять любого из братьев за фунт кофею или нюхательного табака, или же ради того, чтобы самым постыдным образом угождать прихотям и страстям настоятеля, и общаться с людьми, которые то и дело поминают Бога, в то время как на сердце у них одно мирское, с теми, кто думает лишь о том, чтобы упрочить свое временное превосходство над другими и лицемерно скрыть под покровом напускного благочестия бешеное желание свое возвыситься на земле, несчастный. Неужели ты думаешь, что я делал все ради этого, что это ханжеская и лишенная всякой веры мораль, которую испокон веков исповедуют священники, связавшие свою судьбу с государством в расчете на то, что эта связь умножит их доходы, неужели все это могло иметь на меня какое-нибудь влияние? Еще до того, как я столкнулся с ними, я успел измерить все глубиды человеческого порока. Я знал их, я их презирал. Тело мое склонялось перед ними, но душа отворачивалась от них. Под покровом благочестия сердца этих людей таили столько мирского, что не имело даже смысла выявлять, сколь лицемерны они были. Все очень скоро раскрывалось само собой. Здесь не надо было совершать никаких открытий. Здесь нечего было выслеживать. Я видел их в дни больших праздников. Всех этих прилатов, аббатов и священников на торжественных пышных службах они появлялись перед мирянами, точно сошедшие с небес боги, сверкая золотом и драгоценными камнями среди блеска свечей и удивительного сияния, которое было разлито вокруг, среди нежных сладостных звуков, реящих в воздухе, среди восхитительных благоуханий. И когда они исчезали в клубах Ладана, воспарявшего из золоченных кадильниц, молящимся казалось, что люди эти возносятся в райские кущи. Так выглядела сцена. А что же было за кулисами? Я все это видел. Случалось, что двое или трое священников во время службы выходили в ризницу, якобы для того, чтобы переодеться. Можно было ожидать, что у людей этих хватит совести воздержаться от посторонних разговоров, пока не окончится место. Не тут-то было. Я подслушал их речи. Меняя ризы, они непрерывно говорили о повышениях и должностях, которые освободились или освободятся, ибо такой-то прилад умер или вот-вот умрет, о том, что можно занять доходное место, о том, что одному священному служителю пришлось дорого заплатить за то, чтобы родственник его получил повышение, о том, что у другого есть все основания надеяться, что его сделают епископом, и за что? А отнюдь не за его ученость или благочестие, или за какие-либо пастырские достоинства, а просто потому, что у него есть выгодные бенефиции, которые он сможет раздать многочисленным кандидатам. Такими были их разговоры, такими и только такими их мысли, пока грянувшее из церкви последнее Аллилуйя не заставляло их подняться и поспешить на свои места в алтаре. О, какая это была смесь низости и гордости, глупости и важности, ханжества такого прозрачного и неуклюжего, что из-под его покрова выпячивалась их подлинная суть, плотская, чувственная, бесовская. Надо ли было жить среди подобных людей, которые, как я, ни был порочен сам, заставляли меня утешаться мыслью, что я во всяком случае не похож на них, на этих бесчувственных гадов, на эти бездушные существа, состоящие наполовину из шелка и лоскутов, а наполовину из авы и кредо, распухших и отвратительных, ползущих понизу и устремляющихся ввысь, обвивающих под ножи власть имущих и поднимающихся по нему каждый день на дюйм, облегчая себе путь к кардинальской мантии, изворотливостью своей, выбором кривых путей и готовностью окунуться в вонючую грязь. Неужели это меня прелестило? Он замолчал, задыхаясь от волнения. Человек этот, вероятно, не был бы таким дурным, если бы жизнь его сложилась иначе. Во всяком случае, он презирал в пороке все низкое и мелкое и был неистово жаден до чудовищного и жестокого. Неужели же ради этого продолжал он? Я продался им, приобщился к их темным делам, поступил в этой жизни как бы в ученичество к сатане, стал учиться у него искусству пытки, заключил здесь договор, исполнять, который придется там, внизу? Нет. Я презираю все это вместе взятое. Я ненавижу их всех, и исполнителей, и самую систему, и людей, и все их дела. Таковы ведь их убеждения. А истинные они или ложные, это не важно. Может быть, даже, чем они лживее, тем лучше, ибо ложь во всяком случае льстит нам, что самый закоренелый преступник может искупить свои злодеяния, если будет бдительно выслеживать и жестоко наказывать грехи, совершаемые другими, отступившими от святой веры. Каждый грешник может купить себе прощение, если он согласится быть палачом, предав другого, написав на него донос. На языке законов другой страны это называется стать свидетелем обвинения и купить свою собственную жизнь ценой жизни другого, сделка, на которую каждый идет с величайшей охотой. Что же касается монашеской жизни, то там, за этот способ подстановки, подмены одного страдания другим хватаются с неописуемой жадностью. Как мы любим наказывать тех, кого церковь называет врагами Господа, памятуя при этом, что хоть наша вина перед ним безмерно больше, мы выигрываем в его глазах, если соглашаемся истязать тех, кто может быть и не так приступен, как мы, но кто находится в нашей власти. Я ненавижу вас не потому, что на это есть какие-то естественные или общественные причины, а потому, что если я и залью на вас мою злобу, может статься вседержитель, умерит свой гнев, и мне что-то простит. Если я преследую и истязаю врагов Божьих, то разве это не означает, что сам я друг Божий? Разве каждое страдание, которое я причиняю другому, не будет зачтено мне в книге Всевидящего, как искупление, по меньшей мере, одной из мук, которые ожидают меня в будущей жизни? У меня нет религии. Я не верю в Бога. Я не творю молитв. Но у меня есть суеверный ужас перед тем, что ждет нас за гробом. Ужас, который неистово и тщетно ищет успокоение в страданиях других, когда наши собственные исчерпаны или, что бывает гораздо чаще, нам просто не хочется им себя подвергать. Я убежден, что смогу загладить свое преступление, если толкну на преступление другого или сам стану палачом. Судите же сами, не было ли у меня всех оснований, чтобы толкнуть вас на преступление. Всех оснований пристально следить за тем, какое наказание вы понесли, и постараться усугубить его. С каждым раскаленным углем, который я подбрасывал вам, становилось одним углем, меньше на том огне, где мне суждено гореть вечно. Каждая капля воды, которой я не давал вам смочить пересохший язык, вернется ко мне, чтобы залить огонь и серу, в которой рано или поздно меня не извергнут. За каждую слезу, которую я заставляю вас пролить, за каждый стон, который я исторгну из вашей груди, мне, я в этом убежден, воздастся тем, что будет меньше моих собственных слез и моих стонов. Подумайте только, сколь высоко я ценю, как ваши стоны, так и стоны и слезы любой из моих жертв. Древняя история повествует о том, как человек содрогался, ошеломленный, над разрубленным на куски телом своего ребенка, как он пал духом и не нагнал убийцу. Истый христианин бросается к искалеченному телу ребенка, невозмутимо подбирает куски и, не дрогнув, приносит их Богу, как свою искупительную жертву. Я исповедую символ веры, выше которого нет на свете, непримиримую вражду ко всем существам, ценою чьих страданий я могу облегчить свои. Это соблазнительная теория. Ваши преступления превращаются в мои добродетели. Своих мне теперь уже не надо, хотя я и виновен в преступлении, оскорбляющем естество человека, ваши преступления. Преступления тех, кто оскорбляет церковь, намного страшнее. Но ваша вина — это мое искупление. Ваше страдание — мое торжество. Мне не приходится раскаиваться, не приходится жаловаться. Если вы страдаете, то это значит, что я спасен, а мне больше ничего не надо. Какое это торжество! И как легко оно достается воздвигнуть трофеи нашего спасения на попранных и похороненных надеждах другого. Как тонка и хитра та алхимия, которая способна превращать упрямство и нераскаянность другого в драгоценное золото вашего собственного спасения. Я, можно сказать, выковал себе это спасение из вашего страха, из вашей дрожи. В надежде на это я согласился стать исполнителем плана, придуманного вашим братом. По мере того, как созревал этот план, я во всех подробностях докладывал о нем настоятелю. Окрыленной надеждой я провел с вами эти злосчастные ночи день в подземной тюрьме, ибо если бы мы стали приводить в исполнение наш план при свете дня, то даже такому простаку, каким оказались вы, это могло бы показаться подозрительным. Но все это время я ощущал спрятанный на груди кинжал, который не напрасно был мне вручен, и, надо сказать, я отлично справился со своей задачей. Что до вас, то настоятель охотно согласился дать вам испробовать побег из монастыря, просто для того, чтобы еще больше подчинить вас своей власти. И он, и вся община устали от вас. Они поняли, что монаха из вас никогда не получится. Ваша жалоба навлекла на них немилость, присутствие ваше было для них живым упреком, и их тяготило. Самый вид ваш был для них, что сучок в глазу, и вот они решили, что из вас легче сделать жертву, нежели прозрита. И они рассудили правильно. Вы гораздо больше подходите для того места, где вы сейчас, чем для того, где вы перед этим были. Отсюда-то вам уж никак не убежать. Так где же я? Вы в тюрьме инквизиции. Глава одиннадцатая. О, пощадите! Я во всем признаюсь. Шекспир. Вы предали ее. Ей нет спасения. Шекспир. И это была правда. Я сделался узником инквизиции. Постигшая нас катастрофа, способна пробудить в нашей душе да то ли неведомые нам чувства. И случалось, что порывы бури в открытом море могли выдержать люди, которые совсем еще недавно, услыхав завывание ветра в печной трубе, не знали, куда деваться от страха. Так, должно быть, случилось и со мной. Поднялась буря, и я вдруг ощутил в себе силы, чтобы выдержать ее натиск. Я попал в руки инквизиции, но ведь я знал, что преступление мое, как оно не ужасно, отнюдь не подлежит ведению суда инквизиции. Это был все же монастырский проступок, и как бы он ни был тяжек, наказывать за него могли только церковные власти. Монаха, который осмелился предпринять попытку побега из монастыря, могла постичь жестокая кара, его могли замуровать живым, могли казнить, однако ни по каким законам я не мог стать узником инквизиции. Сколь тяжким испытаниям меня не подвергали, я ни разу не обмолвился ни одним непочтительным словом о святой католической церкви, не высказал ни единого сомнения в догматах нашей святой веры не позволил себе ни одного еретического, неприязненного или двусмысленного выражения касательно исполнения какого-нибудь исправил и не уклонился от послушания. Чудовищное обвинение в том, что я замешан в колдовстве и что в меня вселилась нечистая сила, возведенная на меня в монастыре, было полностью опровергнуто, когда туда приехал епископ. Правда, отвращение мое к монашеской жизни было хорошо известно и получило роковое подтверждение, но само по себе оно никогда не могло быть предметом расследования со стороны инквизиции, и не она должна была меня за него наказывать. Словом, мне нечего было бояться инквизиции, во всяком случае, так я говорил себе в тюрьме и сам в это твердо верил. На седьмой день после того, как я пришел в себя, был назначен допрос, и меня об этом известили, хотя такого рода извещения, насколько я знаю, отнюдь не в обычае инквизиции. В назначенный день и час допрос начался. Вы знаете, сэр, что все, что рассказывается о внутренней дисциплине инквизиции, в девяти случаев из десяти сплошные выдумки, ибо узники ее связаны клятвой ни при каких обстоятельствах не разглашать того, что происходит в ее стенах. Тот же, кто способен нарушить эту клятву, вряд ли остановится и перед искажением истины в части тех или иных подробностей, искажением, которое становится понятным, коль скоро сама клятва уже нарушена. Что же касается меня, то я связал себя клятвенным обещанием, которое никогда не позволю себе нарушить. Я поклялся, что не открою никому ни того, как я попал в эту тюрьму, ни того, каким допросом меня там подвергали. Мне позволено сообщить о том и о другом лишь в самых общих чертах, поелику обстоятельства эти неразрывно связаны со всем моим необыкновенным рассказом. Первый мой допрос закончился для меня довольно благоприятно. Были высказаны сожаления и упреки по поводу моей непреклонной решимости и моего отвращения к монашеской жизни, однако от допрашивавших меня я не услышал никакого намека на что-либо другое, ничего такого, что могло бы пробудить ни с чем не сравнимый уже страх, который закрадывается в сердце того, кто томится в стенах тюрьмы инквизиции. Поэтому я был так счастлив, как только может быть счастлив человек в одиночестве, во мраке, лежа на соломенной подстилке и питаясь одним только хлебом и водой, пока через четыре дня после моего первого допроса я не был вдруг в среди ночи разбужен светом настолько ярким, что я сразу же вскочил. Потом неизвестное мне лицо удалилось и унесло с собой светильник, и тогда я вдруг увидел, что в дальнем углу комнаты кто-то сидит. Обрадовавшись, что наконец вижу перед собой человеческое существо, я вместе с тем настолько уже успел освоиться с методами инквизиции, что невозмутимым и твердым голосом спросил, кто это осмелился войти в мою келью. Очень мягким, вкратчивым голосом незнакомец ответил, что он такой же заключенный, как и я, что он тоже является узником инквизиции, что в виде особого снисхождения ему разрешили посетить меня, и что у него есть надежда, а можно ли здесь вообще произносить слово надежда, воскликнул я, не в силах сдержать себя. Он ответил мне все тем же мягким, улещивающим тоном. Не касаясь особых обстоятельств, в которых мы оба находились, он дал мне понять, что страдальцы, которым позволено встречаться и разговаривать друг с другом, могут находить утешение в этих спасительных встречах. Человек этот приходил ко мне несколько ночей подряд, и я не мог не обратить внимания на три странных обстоятельства, связанных с его посещением и вообще с его видом. Первым из них было то, что он за все время ни разу не поднял на меня глаз. Он садился то боком, то спиной ко мне, менял позу, переходил на новое место, прикрывал глаза рукою. Когда же ему приходилось смотреть на меня, или когда я неожиданно встречал его взгляд, я убеждался, что за всю жизнь ни разу не видел еще в человеческих глазах такого яркого блеска. Вокруг была такая тьма, что я постарался заслониться рукой от этого ослепительного света. Вторым, не менее странным обстоятельством было то, что человек этот, по-видимому, совершенно беспрепятственный и без чьей-либо помощи проникал ко мне в камеру и столь же легко уходил оттуда. У меня было такое ощущение, что ему дали ключ от нее, и что во всякое время дня и ночи он мог входить туда, что ему не нужны были никакие разрешения, и что запретов для него тоже не существовало, что он совершенно запросто расхаживал по всем тюрьмам Инквизиции, имел доступ во все ее тайники и, наконец, он не только говорил полным голосом и очень отчетливо, не в пример тому шепоту, который я слышал все время вокруг себя, но и резко осуждал всю систему Инквизиции и открыто высказывал негодование свое по поводу действий как самих инквизиторов, так и всех пособников их и приспешников, начиная со святого Доминика и кончая самым низшим из служителей. Все это говорилось с таким осуждением, с такой бешеной яростью, с такой язвительной иронией, которая, как видно, вошла у него в привычку, с такой необузданной свободой, с такой странной и вместе с тем оскорбительной суровостью, что я не находил себе места от страха. Вы, должно быть, знаете, сэр, а если нет, то узнаете сейчас, что Инквизиция располагает особыми лицами, которым позволено утешать узников в их одиночестве, при условии, что, завязав с ними дружеские отношения, те помогут выведать у них тайны, чего иногда не удается сделать, даже пуская в ход пытку. Я сразу же восстановил, что мой посетитель не принадлежал к числу этих лиц. Слишком явной была его враждебность ко всей системе, слишком непритворно его негодование, к тому же его непрерывным посещением сопутствовало еще одно обстоятельство, и оно вселило в меня такой ужас, перед которым, казалось, бледнели все ужасы Инквизиции. Он постоянно в рассказах своих намекал на какие-то события и на лиц, которые относились к временам столь давним, что никак нельзя было представить себе, что человек может все это помнить. Потом, словно спохватившись, он умолкал, после чего продолжал свой рассказ, только усмехнувшись своей рассеянности. Эти постоянные упоминания о давно минувших событиях и о людях, которых давным-давно уже нет в живых, производили на меня неописуемо странное впечатление. Рассказы его были яркими, разнообразными, свидетельствовали о его уме, но в них столь часто упоминались люди, давно уже умершие, что я невольно причислял к ним и своего собеседника. Он сообщал мне множество мелких исторических фактов, и так как все это были вещи мне неизвестные, я слушал его с большим интересом, ведь говорил он только о том, что видел собственными глазами. Рассказывая о реставрации в Англии, он повторял известные слова королевы матери Генриеты Французской, что, зная она во время своего первого приезда английский язык так же хорошо, как и во время второго, ее никогда бы не свергли с престола. Я стоял в эту минуту возле ее кареты, к моему удивлению добавлял он, тогда это была единственная карета во всем Лондоне. Потом он начинал рассказывать о роскошных празднествах, которые устраивал Людовик Четвернадцатый и с поразительной точностью описывал великолепную колесницу, на которой восседал монарх, изображавший собою бога солнца, в то время как титулованные сводники и потаскухи его двора следовали за ней, изображая собою толпу небожителей. Потом он переходил к смерти герцогини Орлеанской, сестры Карла Второго к грозной проповеди священника Бурдалу, произнесенной у смертного Адра красавицы королевской крови, которая, как подозревали, была отравлена и при этом говорил, «Я видел множество рос у нее на будуарном столике. Они должны были в тот вечер украсить ее на балу, а рядом прикрытые кружевами ее вечернего платья стояли дароносица, свечи и мира». Потом он переходил к Англии. Он говорил о злосчастной всеми осужденной гордости жены Якова Второго, которая сочла для себя оскорбительным сидеть за одним столом с ирландским офицером, сообщившим ее супругу, в то время еще герцогу Йоркскому, что в качестве офицера на австрийской службы он однажды сидел за столом, а в это время отец герцогини, герцог Моденский, стоял позади, ибо был всего-навсего вассалом германского императора. Все это были известные вещи, и рассказать о них мог кто угодно, однако он описывал каждую самую ничтожную подробность настолько обстоятельно, что у вас создавалось впечатление, что он видел все это собственными глазами и даже разговаривал с лицами, о которых шла речь в его рассказе. «Я слушал его с любопытством, к которому примешивался ужас». Под конец, вспоминая один незначительный, но характерный случай, происшедший в царствовании Людоика XIII, он рассказал его в следующих выражениях. «Однажды вечером, после празднества, где вместе с королем находился кардинал Ришелье, последний едва только объявили, что карета его величества подана, имел дерзость выбежать из дверей раньше самого короля. Его величество не выказал ни малейшего гнева по поводу подобной самонадеянности министра и с большим Бонуми сказал «Его высокопреосвященству господину кардиналу всюду хочется быть первым». «Первым, чтобы служить вашему величеству», не растерявшись и с удивительной учтивостью ответил кардинал и, выхватив факел из рук стоявшего рядом со мной пожа, стал светить королю, который в это время садился в карету. Эти вдруг вырвавшиеся у него слова поразили меня, и я спросил «А вы разве там были?» Он не дал мне прямого ответа и сразу же переменил разговор, стараясь отвлечь мое внимание всякого рода забавными подробностями истории нравов этого времени, причем снова говорил с той удивительной точностью, от которой мне становилось не по себе. Должен сознаться, что удовольствие, которое он доставлял мне своими рассказами, было в значительной степени омрачено тем странным ощущением, которое я испытывал от присутствия этого человека и от разговора с ним. Он удалился, и я стал жалеть, что его нет со мной, хоть и не в состоянии было разобраться в том необыкновенном чувстве, которое овладевало мной, когда он сидел у меня. Спустя несколько дней я был вызван для второго допроса. Накануне вечером меня посетило одно из должностных лиц. Люди эти отнюдь не являются обычными тюремными надзирателями. Они в известной степени обличены доверием высших властей инквизиции, поэтому я с надлежащим почтением отнесся ко всему, что человек этот мне сообщил, тем более, что сообщение это было сделано подробно и четко, и в таких прямых выражениях, каких я никак не ожидал услышать из уст служителя этого безмолвного дома. Обстоятельство это насторожило меня. Я стал ждать, что мне сообщат нечто чрезвычайное, и все сказанное им подтвердило мои ожидания, причем еще в большей степени, нежели я мог думать. Он без всяких обиняков сказал мне, что недавно произошло событие, давшее повод для волнения и тревоги, каких до этого времени инквизиция никогда не знала. Было донесено, что в кельях некоторых узников появлялась неизвестная фигура, изрекавшая нечто враждебное не только католической религии, и порядком установившимся в святейшей инквизиции, но и религии вообще, веря в Бога и в загробную жизнь. Он добавил, что сколь ни были бдительны надзиратели, пытавшиеся выследить это странное существо и застать его в одной из келей, им это ни разу не удавалось, что численность стража удвоена, что все меры предосторожности приняты, но что до сих пор эти действия не имели никакого успеха, и что все сведения, которыми они располагают касательно этого странного посетителя, поступали к ним только от самих узников, в чьи кельи тот проникал и к кому обращался в выражениях, по-видимому, заимствованных у врага рода человеческого для того, чтобы окончательно погубить этих несчастных. Сам он до сих пор не принимал никакого участия в этих розысках, но он уверен, что те чрезвычайные меры, которые приняты в самые последние дни, не дадут больше этому посланцу нечистой силы оскорблять и позорить святое судилище. Он посоветовал мне подготовиться к разговору об этом вторжении, ибо на ближайшем допросе моем о нем непременно пойдет речь, и, может быть, даже допрашивающие меня будут более настойчивы, чем я могу ожидать. Сказав все это и поручив меня милости Божией, он удалился. Я уже начинал понимать, о чем именно шла речь в услышанном мною необыкновенном сообщении, однако не догадывался еще о том, какое значение все это могло иметь для меня самого. Предстоящего следствия я ожидал не столько со страхом, сколько с надеждой. После обычных вопросов, почему я здесь, кто меня обвинил, в каком проступке, не помню ли я, чтобы мне случалось произнести какие-нибудь слова, свидетельствующие о неуважении к догматам Пресвятой Церкви и тому подобное и тому подобное, после того, как все это было разобрано со множеством подробностей, от которых я могу вас избавить, мне были заданы другие вопросы, совершенно особого рода, косвенным образом связанные с появлением моего недавнего посетителя. Я ответил на них со всей искренностью, и она, как видно, привела в ужас моих судей. Отвечая им, я прямо сказал, что человек этот появлялся у меня в камере. Помните, что вы находитесь в келье, сказал верховный судья. Так значит, у меня в келье. Он отзывался очень непочтительно о святой инквизиции. Он произносил слова, которые я не осмелился бы здесь повторить. Мне трудно было поверить, что такому человеку могли разрешить посещать камеры. Я оговорился кельи святой инквизиции. Не успел я договорить, как один из судей весь затрясся в своем кресле. В это время тень его, непомерно удлинившаяся от игры неровного света, расползлась по противоположной стене в причудливую фигуру разбитого параличом гиганта. Он попытался задать мне какой-то вопрос, но из уст его вырвались только глухие невнятные звуки, глаза его выкатились из орбит. Это был апоплексический удар, и он испустил дух, прежде, чем его успели перенести в другую комнату. Допрос тут же прервался, все были в смятении. Когда меня отпустили к себе в келью, я к ужасу моему сообразил, что произвел самое неблагоприятное впечатление на судей, они истолковали рассказанный мною случай самым странным образом и совершенно неверно. Последствия этого я ощутил, когда меня вызвали второй раз. В тот вечер один из судей инквизиции пришел ко мне в келью и говорил со мною довольно долгое время очень сухо и строго. Он заявил, что я с первого же взгляда произвел на тех, кто меня допрашивал, отталкивающее, омерзительное впечатление, ибо я никто иной, как монах-отступник, который во время своего пребывания в монастыре был обвинен в колдовстве, который, предприняв нечестивую попытку бежать, сделался виновником смерти своего брата, ибо ввел его в соблазн сделаться сообщником этого побега, и не только поверг один из самых знатных домов Испании в отчаяние, но и навлек на него позор. Мне хотелось возразить ему, но он не дал мне ничего сказать, и заметил, что пришел сюда не для того, чтобы слушать, а лишь для того, чтобы говорить. Затем он заявил, что хотя после посещения монастыря епископом с меня и было снято обвинение в сношениях с врагом рода человеческого, кое-что из того, в чем меня подозревали, получила неожиданное и грозное подтверждение, странное существо, о котором я достаточно хорошо осведомлен, ни разу не переступало порог тюрьмы инквизиции, пока там не появился я. Напрашивался самый вероятный и, в сущности, единственный правильный вывод, что именно я и есть та жертва, которую избрал себе враг рода человеческого, тот, кому хоть и вопреки воле, но все же соизволение Господа и Святого Доминика, тут он перекрестился, было дано проникнуть в стены Святого Судилища. В строгих, но ясных словах он предостерег меня против опасности того положения, в которое меня поставили всеобщие и, по его мнению, более, нежели справедливые подозрения, и под конец заклинал меня, если я только хочу спасти свою душу, безраздельно довериться милости Святой Палаты, и если пришелец посетит меня еще раз, внимательно прислушаться ко всему тому, что исторгнут его нечестивые уста и слово в слово повторить это перед ее судом. Когда инквизитор ушел, я стал раздумывать о смысле его слов. Мне показалось, что все это очень похоже на те заговоры, которые так часто устраивались в монастыре. Я усмотрел в этом некую попытку вовлечь меня в интриги, направленные против меня же самого, в предприятие, успех которого, несомненно, повлечет за собою мое осуждение. Я чувствовал, что мне следует быть до крайности осторожным и бдительным, я знал, что я невиновен. Осознание собственной невиновности посягает на самую сущность инквизиции. Только надо сказать, что в стенах ее тюрем как сознание это, так и неповиновение, которое за ним следует, все равно ни к чему не приводит. В конце концов, я все же решил, что начну очень пристально наблюдать за всем, что может произойти в стенах моей кельи, где мне одновременно угрожают и силы инквизиции, и происки дьявола, и мне не пришлось долго ждать. На вторую же ночь после моего допроса неизвестный снова появился у меня в кельи. Первым побуждением моим было громко позвать служителей инквизиции, но потом мной овладело какое-то мучительное сомнение. Я не мог решить, отдать ли мне себя безраздельно во власть инквизиции или верить этому странному существу, может быть, еще более чудовищному, чем все инквизиторы мира от Мадрида до Гоа. Я боялся и в первом, и во втором случае я могу оказаться жертвой обмана. Я понимал, что в распоряжении каждой из сторон были свои ужасы, которыми она старалась оглушить и запугать человека. Я не знал ничему верить, ничто думать. Я чувствовал только, что меня со всех сторон окружают враги. Сердце мое было бы на стороне того, кто первый сбросил бы с себя маску и открыто объявил себя моим решительным и заклятым врагом. Пораздумав еще какое-то время, я решил, что лучше будет все же не доверяться инквизиции и выслушать все, что захочет сказать мне мой зловещий гость. В глубине души я, однако, считал, что это их тайный агент. Я был очень к нему несправедлив. Во время второго его посещения разговор наш оказался еще более увлекательным, но вместе с тем он, вне всякого сомнения, подтвердил бы все подозрения инквизиторов. После каждой произнесенной им фразы мне хотелось побежать и позвать тюремную стражу. Затем мне представилось, как он превращается в обвинителя и обличает меня для того, чтобы они меня осудили. Я содрогался при мысли, что могу выдать себя одним словом, находясь во власти этого страшного существа, которое способно осудить меня на смерть под пытками или, что еще того хуже, на медленное томительное умирание от потери сил, от пустоты в душе и от изнурения тела, на гибель от одиночества нескончаемого и безнадежного, на то страшное извращение человеческих чувств, при которых человеку хочется избавиться от ненавистной ему жизни и найти облегчение в смерти. Кончилось тем, что я стал слушать речи, если это вообще можно назвать речами моего странного гостя, который чувствовал себя в стенах инквизиции как у себя дома и сидел рядом со мной на жесткой скамье с таким же спокойствием, как если бы то было самое роскошное ложа, созданное когда-либо истинным ценителем наслаждений, я был в крайнем смятении. Голова у меня шла кругом, и мне трудно сейчас даже вспомнить, о чем именно он говорил тогда. Между прочим, он сказал мне следующее, вы узник инквизиции. Святое судилище создано, разумеется, для исполнения высоких задач, недоступных пониманию грешных существ вроде нас с вами, однако, насколько мы можем судить, на все благодеяния, которые она оказывает им своей мудрой прозорливостью, узники ее отвечают не только полным равнодушием, но и постыдной неблагодарностью. Вас, вот, например, обвиняют в колдовстве, братоубийстве, в том, что вы своими низкими поступками повергли в отчаяние родителей своих, принадлежащих к самому цвету знати и нежно вас любящих, вы теперь, по счастью, не можете уже ничего сотворить во зло своим родным, религии и обществу от того, что находитесь здесь под надежной и спасительной для вас охраной. И вот вы, скажем прямо, до такой степени нечувствительны ко всем этим благодеяниям, что больше всего на свете хотите одного — перестать наслаждаться ими. Словом, я убежден, что сердце ваше, которое осталось глухим к щедротам и милостям святого судилища, отнюдь не склонно утяжелить бремя ваших обязанностей по отношению к нему, а, напротив, стараться уменьшить огорчения, которые эти достойные люди испытывают, пока ваше пребывание оскверняет цветы и стены, сократив его срок задолго еще до того, как самим им захочется это сделать. Вы ведь хотите бежать из тюрьмы Инквизиции, если только это окажется возможным, не правда ли? Я не сказал ни слова в ответ. Меня охватил ужас от этой циничной и жестокой иронии. Ужас при одном упоминании о побеге у меня на это были причины. Неописуемый ужас перед всем на свете, перед каждым живым существом, оказавшимся рядом. Мне казалось, что я, дорожа и качаясь, иду по узенькой кромке стены, по разделяющему две пропасти а-ля Рафу, одну из этих бездн разверз дьявол, а другую, не менее ужасную, инквизиция. Я стиснул зубы. У меня захватило дыхание. Что касается побега, продолжал мой собеседник, то хоть я и могу вам его обещать, меж тем сделать это не в человеческой власти, я должен предупредить вас о трудностях, с которыми вы столкнетесь, что, если они испугают вас, остановят. Я и на этот раз ничего не ответил. Пришелец, как видно, решил, что молчание мое выражает сомнение. Может быть, продолжал он, вы думаете, что если вы долго пробудетесь здесь, в тюрьме инквизиции, вы этим обеспечите себе спасение души? Самое нелепое заблуждение, которое, однако, глубоко укоренилось в человеке, это думать, что земные страдания его спасут ему душу? Тут я мог со всей убежденностью ему возразить, сказав, что я чувствую, верю, что мои страдания здесь, на земле, в какой-то степени могут смягчить на том свете наказания, которое я бесспорно заслужил. Я признал многие мои заблуждения. Я стал каяться, вспоминая постигшие меня несчастья, как будто то были преступления, и всей силою скорби своего неискушенного сердца вверял себя в руки всемогущего, чувствуя, что на меня действительно нисходит его благодать. Молясь, я призывал Господа, Спасителя, Пресвятую Деву, искренне, всеми силами моей просветленной души. Когда я поднялся с колен пришельца уже не было. Допрос следовал за допросом, причем все происходило с быстротою, какой не знали аналы инквизиции. Увы, если бы то действительно были аналы, если бы это было нечто большее, нежели воспоминания об одном дне насилия, угнетения, обмана и пытки. Когда я был вызван вновь, судьи сначала допрашивали меня по обычной форме, после чего перешли к вопросам, построенным чрезвычайно хитро, как будто нужно было применять какую-то хитрость, чтобы заставить меня говорить о том, что мне так не терпелось высказать самому. Едва только они коснулись интересовавшего их предмета, как я принялся рассказывать им обо всем с таким искренним рвением, какое могло открыть глаза кому угодно, только не инквизитором. Я поведал им, что странный посетитель явился ко мне еще раз. Замирая от страха и весь дрожа, я повторил слово в слово все, что последний раз мне довелось от него услышать. Я не опустил ни одного оскорбительного слова, которое тот произнес в адрес святой палаты, ни его извительных и циничных насмешек, ни его явного безбожия, ни нечестивости всех его речей, я пересказывал им все до малейших подробностей. Я надеялся заслужить доверие инквизиторов тем, что возводил обвинения на их врага и врага рода человеческого. О, нет возможности даже рассказать ценой, у каких мучений нам достается жизнь между двумя заклятыми врагами, когда мы стараемся снискать дружбу одного из них. Я предостаточно всего выстрадал от инквизиции, и, однако, в эту минуту я уже готов был вымаливать себе место самого последнего стражника в ее тюрьме. Я бы, вероятно, согласился даже взяться за постыдное ремесло палача. Я бы, кажется, перенес любые муки, на которые меня могла обречь инквизиция, лишь бы избавиться от ужаса, быть в ее глазах союзником врага человеческих душ. К великому моему смятению я заметил, что все слова, которые безудержным потоком вырывались из моих уст, вся та искренность, на которую меня подвинуло отчаяние, мое желание отстоять себя в борьбе со зловещим и незнающим жалости врагом, все это было оставлено без внимания. Судьи, надо сказать, были поражены проникновенностью, с которой я говорил. На какое-то мгновение они даже как будто поверили словам моим исторгнутым ужасом, однако минуту спустя я уже мог убедиться, что для них страшен я сам, а отнюдь не обстоятельства, о которых я только что рассказал. Казалось, что между ними и мной стоит какая-то слюда подозрительности и тайны, искажающая мои черты. Они упорно требовали, чтобы я припоминал все новые подробности, еще какие-то обстоятельства, причем вовсе не для того, чтобы что-то узнать обо мне, а лишь для того, чтобы подтвердить уже сложившееся у них представление. Чем больше усилий они затрачивали на свои замысловатые вопросы, тем меньше я понимал, что они от меня хотят. Я поведал им все, что знал. Я действительно хотел сказать все, но при всем желании не мог сообщить им больше того, что самому мне было известно. И тревога моя, вызванная тем, что я не могу удовлетворить требования судей, только возрастала от того, что я был не в силах понять, чего же они от меня хотят. Перед тем, как отправить меня назад в келью, они очень строго предупредили меня, что если я не выслежу, не запомню и не донесу каждого слова, произнесенного этим необычным существом, которое, как они в этом признавались сами, своим недоуменным молчанием, беспрепятственно проникало в обитель, и так, что никто не мог за ним следить, меня ждет самое суровое наказание. Я все это им обещал, все, что только они могли от меня потребовать, больше того, в качестве последнего доказательства истинности своих слов я стал умолять, чтобы кому-нибудь из монахов было позволено провести ночь со мной в келье, или же, если правила инквизиции никак этого не допустят, чтобы неподалеку от моей двери на ночь в коридоре оставили надзирателя, которому я бы мог каким-нибудь условным знаком сообщить, если это неведомое существо появится у меня. Вторжение его тогда будет обнаружено, и нечестивец наказан уже тем, что мне позволили изложить мою просьбу, мне было оказано снисхождение, что отнюдь не в обычаях инквизиции, ибо она, как правило, разрешает узнику только отвечать на вопросы и говорить лишь тогда, когда его о чем-нибудь спрашивают. Выслушав мое предложение, они какое-то время совещались между собой, но к ужасу моему я узнал, что ни один из служителей тюрьмы, даже если инквизиция ему это прикажет, не согласится провести ночь у дверей моей кельи. Не могу даже передать вам, как мучительно было мое состояние, когда я вернулся к себе. Чем больше я старался оправдаться, тем больше все запутывалось, и я решил, что добиться этого и внести в мою душу мир я могу только одним, неукоснительным исполнением всего, что предпишет мне инквизиция. Всю ночь я не давал себе спать, но на этот раз он не появился. Под утро я, наконец, уснул. О, что это был за сон! Меня преследовали бесы, злые духи, что водятся в этих стенах. Я убежден, что ни одной из жертв Аута Дафе во время ужасного шествия к пламени временному и вечному никогда не приходилось переносить таких страданий, какие мне выдалось испытать в этом сне. Мне снилось, что суд окончился, колокол прозвонил, и мы вышли из тюрьмы инквизиции. Преступление мое было уже доказано, и мне вынесли приговор, как отступившему от святой веры монаху и как поддавшемуся дьявольскому наущению еретику. Процессия двинулась, впереди шли доминиканцы, следом за ними кающиеся грешники, босые, с обнаженными руками, и каждый держал зажженную восковую свечу. На иных было надето Сан-Бениту, но других нет, все были бледные, запыхавшиеся, изможденные, лица их были такого же глинистого цвета, как и их обнаженные руки и ноги, за ними шли те, у кого на черных одеяниях было изображено фуэго револьто, а за теми я увидел себя самого. А видеть так себя призраком, в то время, как ты еще жив, это сущее проклятие, едва ли не то же, что видеть совершенные тобой преступления, когда ты горишь на вечном огне. Да, я видел себя в одежде, на которой было изображено пламя, поднимающееся кверху, меж тем, как бесы, изображенные на моей одежде, пересмеивались с теми, которые толпились у меня в ногах и носились вокруг моей головы. Стоя справа и слева от меня, иезуиты заставляли меня вникать в различие между этими намалеванными огнями и тем пламенем, которое должно было охватить навеки мою извивающуюся в муках душу в ушах у меня, звонили все колокола Мадрида. Света не было, были сумерки, те, что всегда окружают нас в снах. Солнечный свет никогда никому еще не снился, тускло горели и дымились факелы, чье пламя скоро должно было мне выжечь глаза. Я увидел перед собою помост, меня приковали цепями к столбу под звон колоколов, проповеди иезуитов и крики толпы. Напротив раскинулся великолепный амфитеатр, король и королева Испании, и вся высшая знать и священнослужители пришли посмотреть, как нас будут сжигать на костре. Мысли наши во сне путаются. Мне довелось как-то слушать историю одного Аутодафе. Юная девушка еврейка, которой не было еще и шестнадцати лет, пала ниц перед королевой и воскликнула «Спасите меня!» «Спасите меня!» «Не велите меня сжигать!» «Единственное мое преступление в том, что я исповедую веру моих предков!» Рассказывают, что королева, если не ошибаюсь, то была Елизавета французская, жена Филиппа, заплакала. Однако процессия двинулась дальше. Нечто подобное произошло и в моем сне. Я увидел, как молившего о пощаде оттолкнули. Еще несколько мгновений и оказалось, что проситель этот никто иной, как мой брат Хуан. Он прильнул ко мне и отчаянно вскричал «Спаси меня!» «Спаси меня!» Тут я снова увидел себя прикованным к столбу. Факелы были зажжены, вокруг звонили колокола, пелись летания, ступни мои пылали и превращались в уголь. Мышцы мои потрескивали, кости и кровь шипели на огне, тело сморщилось, как кусок покоробившейся свиной кожи, ноги свисали над охватившим их огнем, как недвижные сухие жерди, языки пламени поднимались все выше, оно охватило мне волосы, я был окружен венцом из огня, голова моя превратилась в шар из расплавленного металла, глаза пламенели и плавились в своих орбитах, я открыл рот и наглотался огня, я закрыл его, пламя бушевало внутри меня, а колокола все еще звонили, толпа кричала, а король и королева и знать и священники все смотрели на нас, а мы все горели, мне снилось, что тело мое и душа обратились в пепел, я проснулся, так я никогда не кричал и не слышал, чтобы кричал кто-нибудь другой, но должно быть именно так души раздирающие вопят несчастные, когда языки пламени начинают лизать их стремительно и жестоко, мизерикордия пора морди диос, сжальтесь во имя любви к Богу, от этого крика я проснулся, я был в тюрьме и рядом со мною стоял искуситель, повинуясь побуждению противица которому было свыше моих сил, побуждению вызванному всеми ужасами только что виденного сна, я упал к его ногам и стал умолять его спасти меня. Я не знаю, сэр, да и вообще человеческий разум не властен это решить, могло ли это загадочное существо влиять на мои сны и диктовать искушавшему меня злому духу те страшные видения, которые заставили меня броситься к его ногам и искать в нем надежду на спасение. Как бы то ни было, оно, разумеется, воспользовалось моими предсмертными муками, действительными или воображаемыми, и убедив меня в том, что в его власти устроить мне побег из тюрьмы инквизиции, предложило мне сделать это на тех неподлежащих огласке в условиях, о которых мне запрещено было, где бы то ни было говорить, кроме как на исповеди. Тут Нелмот невольно вспомнил о неподлежащих огласке условиях, которые были предложены Стентону в доме умалишенных. Он вздрогнул и не сказал ни слова. Испанец продолжал. На следующем моем допросе судьи были суровее и настойчивее, нежели раньше. Да и мне самому хотелось, чтобы меня не столько спрашивали, сколько выслушали то, что я хотел рассказать. Поэтому, несмотря на всю настороженность их и неукоснительное соблюдение сопутствующих допросов формальностей, мы, тем не менее, вскоре пришли к какому-то взаимному пониманию. Я поставил перед собой определенную цель. Они же ничего не теряли от того, что я ее добивался. Я без колебаний признался им, что меня еще раз посетило таинственное существо, которое имеет возможность когда угодно беспрепятственно проникать во все тайники инквизиции. Судьи содрогнулись, когда я произнес эти слова, что я очень хочу рассказать им обо всем, что обнаружилось во время нашего последнего разговора, но что я сначала должен исповедоваться священнику и получить от него отпущение грехов. Хотя ты в корне противоречила правилам инквизиции, поскольку случай был совершенно исключительный, просьбу мою удовлетворили. В одном из помещений был опущен черный занавес. Я достал на колени перед священником и поведал ему ту страшную тайну, которую по правилам католической церкви тот не может никому открывать, кроме самого папы. Не понимаю, как инквизиторам удалось обойти это правило, но они вызвали меня потом и заставили все повторить. И я повторил все слово в слово, за исключением только тех слов, которые, данные мною клятва и сознание того, что это тайна исповеди, а она священна, помешали мне открыть. Я был уверен, что искренность моего признания сделает чудеса, так оно действительно и случилось, только то были отнюдь не те чудеса, которых я ожидал. Они стали требовать, чтобы я открыл им самую сокровенную тайну. Я сказал, что она в сердце священника, перед которым я исповедался. Они стали перешептываться между собой, и я понял, что речь шла о пытке, которую надлежит ко мне применить, в то время, как я с вполне понятной тревогой и тоской оглядывал помещение, где над самым креслом председателя висело несколько наклоненное большое распятие футов тринадцати высотою, я вдруг увидел, что за столом, покрытым черным сукном, сидит некое лицо, которое то ли исполняет обязанности секретаря, то ли просто ведет записи показаний обвиняемых. Когда меня подвели к столу, человек этот бросил на меня взгляд, по которому видно было, что он меня узнает. Это был мой страшный спутник. Оказалось, что он поступил на службу в инквизицию. Я совершенно пал духом, увидав его хищный, злобно стерегущий взгляд, как тигр высматривает из-за кустов свою добычу, так выглядывает из своего логова волк. Время от времени этот человек действительно поглядывал на меня. В этом не могло быть сомнения, но я не решился бы утверждать, что означали его взгляды. Вместе с тем у меня были все основания думать, что чудовищный приговор, который мне прочли, если и не исходил из его уст, то во всяком случае был вынесен по его наущению. Ты, Алонсо Дамонсада, монах, принадлежащий к ордену, обвиняешься в преступлениях, именуемых ересью, богоотступничеством, братоубийством. Нет, нет, только не это, вскричал я, но никто не обратил на это внимания. И в том, что вступил в сговор с врагом рода человеческого, смутив покой общины, в которой ты принес обеты Господу, и замыслив поколебать власть Святой Инквизиции, помимо этого ты обвиняешься в том, что у себя в келье, в тюрьме Святой Инквизиции общался с нечестивым посланцем врага Господа нашего, человека, и твоей собственной богоотступнической души поелику «Сам ты на исповеди признался, что злой дух имел доступ к тебе в келью, на основании всего вышеизложенного, ты осужден и будешь предан». Больше я уже ничего не слышал. Я вскрикнул, но голос мой потонул в бормотании судей. Висевшая над креслом председателя распятия закачалась и завертелась у меня перед глазами. Спускавшийся с потолка светильник извергал на меня со всех сторон языки пламени. Я воздел руки к небу, чтобы клятвенно отречься от возведенной на меня лжи. Однако чьи-то более сильные руки заставили мои опуститься. Я пытался говорить, мне заткнули рот. Я упал на колени и, не дав мне встать, меня начали уже вытаскивать вон, как вдруг престарелый инквизитор знаком остановил судей. На несколько мгновений меня отпустили, и он со мною заговорил. Слова его казались еще ужаснее, чем были, от того, что говорил он совершенно искренне. Я подумал сначала, что от человека такого преклонного возраста и так неожиданно вступившегося за меня, я могу ожидать милости. Инквизитор этот действительно был очень стар. Прошло уже двадцать лет, как он ослеп, и когда он поднялся с кресла, как оказалось для того, чтобы произнести проклятие, мне припомнился римлянин Аппий Клавдий, благословлявший свою слепоту, ибо она не дала ему видеть позор родной страны, а потом мыслимые перенеслись к другому слепцу, к великому инквизитору Испании, который уверял Филиппа, что, принеся в жертву сына своего, тот поступит так, как поступил Всевышний, который также пожертвовал сыном своим, чтобы спасти род человеческий. Какая ужасающая профанация! И однако, как она была подстать сердцу католика, вот что сказал инквизитор, бог отступник, отлученный от пресвятой церкви нечестивец, благословляю Господа, что высохшие зеницы мои не могут теперь видеть тебя. С самого рождения на тебе лежала печать проклятия, ты родился во грехе, бесы качали твою колыбель, это они окунали лапы свои в купель со святой водой, они издевались над восприемниками твоего неосвященного крещения, незаконно рожденный и проклятый, ты всегда-то был обузой для пресвятой церкви, а теперь вот дух тьмы пришел истребовать то, что ему принадлежит, и ты признаешь его полновластным своим господином. Он сумел найти тебя и заклеймить тебя своей печатью даже здесь, в тюрьме инквизиции, а отыди от нас, проклятый, мы предаем тебя в руки светского суда и просим, чтобы он поступил с тобой не слишком сурово. Услыхав эти ужасные слова, относительно смысла которых у меня не могло быть никаких сомнений, я испустил крик отчаяния, тот единственный человеческий звук, что бывает слышен в стенах инквизиции. Но меня вынесли вон, и на этот мой крик, в который я вложил все оставшиеся во мне силы, никто из них не обратил ни малейшего внимания, так же, как люди эти привыкли не обращать внимания на крики, доносящиеся из камеры пыток. Вернувшись к себе в келью, я пришел к убеждению, что все это было заранее придумано изобретательными инквизиторами, чтобы довести меня до того, что я сам начну себя обвинять, а они ведь стремятся к этому всегда, когда только это оказывается возможным, и наказать меня за совершенное мною преступление, в то время, как вся моя вина заключалась только в том, что я вынужденно признал себя виновным, охваченный невыразимым раскаянием и тоской, я проклинал свою доверчивость и непроходимую глупость. Надо же было быть совершеннейшим идиотом, болваном, чтобы дать себя так обмануть. Какой здравомыслящий человек поверил бы, что в тюрьмы инквизиции может, когда только вздумается, проникнуть постороннее лицо, и никто не будет в состоянии выследить его и схватить, что существо это может входить в любую из камер и быть неподвластным никакой смертной силе, говорить, когда ему захочется сузниками, появляться, исчезать, оскорблять, высмеивать, произносить кощунственные речи, предлагать устроить побег и указывать, как его осуществить, причем с такой точностью и непринужденностью, которые могли явиться только результатом спокойного и глубокого расчета, и что все это может происходить в стенах инквизиции, почти что под самым носом у судей и уж во всяком случае тюремной стражи, которая денно и нощно обходит все коридоры и следит за всем происходящим своим недремлющим инквизиторским моком, нелепо, чудовищно, бессмысленно все это был хитрый заговор, чтобы заставить меня признаться в преступлениях и этим себя осудить. Мой гость был агентом и пособником инквизиции. Вот к какому выводу я пришел, и при всей его безысходности в нем, разумеется, была доля правды. Мне оставалось только ждать самого ужасного, сидя у себя в камере во мраке и тишине, а то, что ночной пришелец перестал появляться, с каждым часом еще больше укрепляло мою уверенность в том, что это был за человек и кем он был послан. Как вдруг разразилось событие, которое смело и страх мой, и надежду, и все доводы разума. Это был огромный пожар, вспыхнувший в стенах инквизиции в самом конце прошлого столетия. Это невероятное событие случилось в ночь на 29 ноября 1700 такого-то года, невероятное потому, что всем хорошо известно, какие меры предосторожности принимает святая инквизиция против подобного рода случайностей, а также и потому, что в помещениях ее никогда почти не держат ничего горючего. Едва только стало известно, что огонь быстро распространяется по зданию и положение сделалось опасным, как всех узников приказано было вывести из камер и держать под охраной на тюремном дворе. Следует сказать, что обращались с нами очень мягко и предупредительно. Нас спокойно вывели из камер, их каждому было приставлено подвостража, которые не учиняли над нами никакого насилия и не позволяли себе произносить никаких грубых слов, а напротив, время от времени говорили нам, что если опасность станет неминуемой, нам разрешат воспользоваться первым удобным случаем, чтобы бежать? Вид растерянной толпы, собравшейся на дворе, был достоин кисти Сальватора розы или мурильо. Наши мрачные одеяния и унылые взоры резко контрастировали со столь же хмурыми, однако властными и неколебимыми взглядами стражей и судей, а по лицам всех скользили отблески факелов, которые, казалось, едва тлели, в то время как пламя торжествующе пробивалось все выше и вздымалось грохоча и треща над башнями инквизиции. Все небо было в огне, а факелы в слабевших руках дрожали, и свет их становился неверным и тусклым. Вся эта картина походила на грубо намалеванное изображение страшного суда. Казалось, что это Господь нисходит к нам в ярком свете, заливающем небо, а мы, все бледные и трепещущие от ужаса, озарены другим земным светом. В толпе узников оказались вместе отцы и сыновья, которые, может быть, долгие годы жили в соседних камерах и не знали не только того, что самый близкий человек находится рядом, но и что он вообще жив. Но они теперь не подавали виду, что знают друг друга. разве это не было похоже на день страшного суда? Тогда ведь так же вот люди, находящиеся между собой в родстве, могут оказаться среди овец и козлищ и не решаться даже признать заблудших и попавших в стадо к другому пастуху. Но были там отцы дети, которые узнали друг друга и протянули друг другу руки, чувствуя, что свидеться им больше не придется. Одни из них были приговорены к сожжению на костре, другие к заточению в тюрьме, иные к исполнению определенных обязанностей в стенах самой инквизиции, когда судившие их находили возможным смягчить приговор. Разве и в этом не было сходства с судным днем, когда родителям и детям уготована различная участь и протянутые друг другу руки, как последнее свидетельство земной любви, беспомощно повисают над вечной бездной. Справа и слева от нас и позади стояли судьи инквизиции и стража. Все они внимательно следили за тем, как пламя пожара все больше распространяется, но нисколько не опасались за себя. Так должно быть чувствуют себя те ангелы, которые охраняют души у врат судилища Всевышнего и знают, какая участь ждет тех, кто им верен. И в самом деле не так ли все будет выглядеть в судный день? Высоко-высоко над нами огромными клубами вырвался огонь и взвивался ввысь к занявшемуся заревом небу. Башни Инквизиции рушились и превращались в груду обуглившихся обломков вся эта чудовищная цитадель силы и преступлений и помрачения человеческого разума исчезала в огне, как бумажный лист. Не то же ли самое сотворится и на страшном суде? Помощь пришла нескоро. Испанцы народ медлительный, пожарные насосы действовали плохо, опасность все возрастала, пламя поднималось выше и выше, люди, призванные тушить пожар, цепенели от страха, падали на землю и призвали всех святых, каких только могли припомнить, моля их преградить путь огню. Взывали же они к ним столь громогласно и столь ревностно, что можно было подумать, что святые либо совсем оглохли, либо покровительствуют распространению огня и не собираются внять их мольбам. Как бы там ни было, пожар все разгорался, по всему Мадриду звонили колокола, всем алькальдам были разосланы приказы, сам король Испании после нелегкого дня, проведенного за охотой, явился собственной персоной, все церкви были освящены, и тысячи благочестивых людей, опустившись на колени, кто с факелами, кто с зажженными плошками в руках, молили Господа, дабы грешные души, чья участь вверена инквизиции, ощутили в пламени, пожиравшем сейчас ее стены, некое слабое предвестие другого пламени, того, что будет гореть для них вечно, пожар разгорался, творя свое ужасное дело, и обращая на короля и священников не больше внимания, чем если бы то были обыкновенные пожарные. Я уверен, что двадцати толковых и привычных к этому делу людей было бы достаточно, чтобы его затушить, однако те, кто явились, вместо того, чтобы пустить вход насосы, становились на колени и начинали молиться. Пламя перекинулось вниз и в конце концов достигло двора. Неописуемый ужас охватил всех находившихся там людей. Несчастные, которые были приговорены к сожжению на костре, решили, что час их пробил. Совсем уже отупевшие от длительного пребывания в тюрьме и покорно исполнявшие все это время требования святой палаты, тут они пришли вдруг в неистовство, и стоило им завидеть надвигавшееся на них пламя, как они принялись громко взывать «Пощадите меня!» «Пощадите меня!» «Не мучайте меня!» «Так долго!» Другие же, став на колени перед приближавшимися к ним языком пламени, обращались к ним так, словно то были святые, им чудилось, что к ним нисходят видения, которым они поклонялись, непорочные ангелы и даже сама Пресвятая Дева, и что они примут в свои объятия их души, как только те взлетят над костром, и они выкрикивали «Аллилуйи!» в которых слышались и ужас, и надежда. Среди всего этого смятения инквизиторы оставались верны себе. Нельзя было не поражаться их твердости и спокойствию, когда все уже было охвачено пламенем, они ни разу не сделали ни шагу в сторону, не шевельнули рукой, не моргнули глазом. Долг, суровый, бесчувственный долг, был единственным, чем и во имя чего они жили. Они напоминали собою фалангу воинов, закованных в непробиваемую железную броню. В то время, как пламя бушевало вокруг, они спокойно осеняли себя крестным знаменем. Когда узники начинали кричать, они мановением руки призывали их к молчанию, когда те осмеливались молиться, они силой поднимали их с колен и давали им понять, что молиться в такие минуты бессмысленно, ибо пламя, которое они так хотят сейчас от себя отвратить, все равно возгорится для них еще сильнее там, откуда будет некуда убежать и где для них не останется уже никакой надежды на спасение. И вот когда я стоял так среди других заключенных, меня вдруг поразила необыкновенная картина. Может быть, в минуты отчаяния воображение наше преисполняется особой силой, и те, кому выпало на долю страдания, могут лучше всего и описать происшествие, и его ощутить. Освещенная заревом пожара колокольня доминиканской церкви была видна как днем. Она почти примыкала к тюрьме инквизиции. Ночь стояла очень темная, но отблески пожара были так ярки, что шпиль этой колокольни сверкал в небе как метеор. Стрелки башенных часов были видны так отчетливо, как будто к ним поднесли зажженный факел. И это спокойное и тихое течение времени, среди царившей вокруг смуты, тревоги и всех ужасов этой ночи, эта картина агонии и тел, и душ, пребывавших в непрерывном и бесплодном движении, вероятно, запечатлелось бы у меня в сознании и необычностью своей, и глубоким внутренним смыслом, если бы внимание мое не привлекла вдруг человеческая фигура, стоявшая на самом острие шпиля и с невозмутимым спокойствием взиравшая на все вокруг. Ошибки здесь быть не могло. Это был он, тот, кто приходил ко мне в камеру в тюрьме Инквизиции. Надежда, что теперь-то я смогу оправдаться, заставила меня позабыть обо всем. Я громко подозвал одного из стражников и показал ему на фигуру, которую при столь ярком свете нельзя было не увидеть, однако ни у кого не было времени даже взглянуть на нее. В это же мгновение арка, находившегося напротив крытого двора, обрушилась, и к ногам нашим упала огромная груда обломков и ринулась пламя. В это мгновение дикий крик вырвался из всех уст. Узники, стражи, инквизиторы все отпрянули назад и смешались, объятые ужасом. Спустя несколько мгновений пламя это было погашено обрушившейся на него новой грудой камня. Поднялось такое густое облако дыма и пыли, что невозможно было даже разглядеть стоявшего рядом. Сметение сделалось еще больше после того, как свет, слепивший нас в течение всего последнего часа, внезапно сменился тьмой и послышались крики тех, кто находился возле самой арки, покалеченные. Они теперь корчились от нестерпимой боли под завалившими их обломками. Среди всех этих криков и тьмы и пламени я увидел вдруг открывшуюся впереди пустоту. Мысль и движение слились в едином порыве. Никто не видел меня, никто за мной не погнался, и вот за несколько часов до того, как мое отсутствие могли обнаружить и начать меня разыскивать, целый и невредимый и никем не замеченный я пробрался сквозь развалины и оказался на улицах Мадрида. Тем, кто только что избавился от смертельной опасности, всякая другая опасность кажется уже пустяком. Жертва кораблекрушения, которой удалось спастись, не думает о том, на какой берег ее выбросило волной, и хотя Мадрид был для меня по сути дела той уже тюрьмой инквизиции, только больших размеров. Достаточно было вспомнить, что я вырвался из рук моих судей, и я преисполнился неизъяснимым, безмерным ощущением того, что я в безопасности. Стоило мне только на минуту задуматься, и я бы, вероятно, сообразил, что моя необычная одежда и босые ноги выдали бы меня с головой всюду, куда бы я ни устремился. Обстоятельства, однако, сложились очень благоприятно для меня. Улицы были совершенно пустынны, все жители города, которые не спали в своих кроватях или не были прикованы к постели, молились в церквах, стараясь умилостивить гнев небесный и, моля Господа, потушить бушующее пламя. Я бежал, сам не знаю куда, до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Свежий воздух, от которого я уже давным-давно отвык, колючими шипами впивался мне в легкие гортань, пока я бежал, и совершенно не давал мне дышать, хотя вначале мне и казалось, что теперь-то я могу дышать полной грудью. Я очутился возле какого-то здания, широкие двери его были распахнуты, я вбежал внутрь. Оказалось, что это церковь. В изнеможении я упал на каменный пол. Это был один из пределов, отделенный от алтаря большую решетчатую перегородкой. Сквозь нее можно было разглядеть находившихся в алтаре священников в сиянии редких только что зажженных светильников, а возле ступеней его несколько человек, молившихся стоя на коленях. Сверкавшие огни резко контрастировали с рассеянным тусклым светом, проникавшим в окна предела. Мне трудно было разглядеть при нем надгробные плиты. к одной из которых я на минуту прильнул, чтобы перевести дух. Однако оставаться там доли мне было нельзя, я не мог это себе позволить. Вскочив, я невольно пригляделся к этой плите. В это мгновение словно по чьему-то злому умыслу сделалось вдруг чуть светлее, и глаза мои различили все, что там было начертано. Я прочел орате про анима. Молитесь за упокой души, а потом разобрал и имя Хуан де Мансада. Я выбежал из церкви так, как будто за мною гнались сонмы дьяволов. Вот оказывается, где я нашел себе прибежище, на могиле моего безвременно погибшего брата. хуан 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 хуан